Сегодня выпускники сочинских школ сдавали экзамен по выбору литературу или географию. Рано утром они собрались в школьных дворах, а после организованными группами входили в пункт проведения экзамена. Дети предупреждены заранее, что все запрещенные материалы, шпаргалки, телефоны с собой проносить нельзя. Экзамен по географии длится три часа. На этот экзамен у детей может быть кроме ручки и паспорта, линейка и калькулятор. Экзамен по литературе проводится три часа пятьдесят пять минут. Здесь только ручка, паспорт и багаж знаний, с которыми они пришли сегодня на экзамен. Географию сегодня в Сочи сдавали всего 43 школьника. Литература оказалась более популярным предметом. Ее выбрали 205 одиннадцатиклассников. Сдаю литературу, готовились весь год. Очень тяжело. Мы пытаемся справиться с волнением и у нас, я думаю, получится. А почему литературу выбрали? Потому что идем, я лично иду учиться на журналиста. Мне нужна литература. Нам тоже нужна для поступления литература. А я мечтаю стать филологом. За процедурой проведения ЕГЭ следили общественные наблюдатели, в состав которых в этом году включили родителей, студентов и представителей общественных организаций. Все аудитории оборудовали камерами. Все пункты ЕГЭ подключили к системе онлайн-видеонаблюдения. Следующий ЕГЭ 29 мая. Обязательный экзамен по математике напишут все выпускники 11 классов сочинских школ.